Вот она, калинка-малинка. Вот. Подчаряпанная дверь. Будем сейчас снимать дверку и делать. Вот она, такая красота. Тут и короб подерябался. Все почуть. Ну, все по порядку. Сегодня меня подвозила машинка. Разговорились как раз и в спрос. Вот. За вот эти вмятины. Кто делает их пропором, кто рубцами, потянутыми. В общем, как называют, но как их не называй, делать их все надо. Вот такая наша машинка. Лада. Калина. Пчелка. Лада, Калина, Пчелка. А вот так. В общем, такси. Ну, таксист молодец. Тем не менее, за машинкой следит. Ее подделывает. Вот. Сняли дверь, разобрали. Конечно, без приключений. Идиотизм полнейший. Вот здесь вот эти вот вещи, те, что вынимались. Некоторые есть, не вынимались. Ребята обрезали здесь вот и здесь. Вот видите, провода перекушенные. Почему? Потому что нечем было разобрать и прочее. Ну, вот, честно говоря, как-то неправильно это делают. Ну, ладно. Речь не об этом. Сейчас мы им чистим-блестим, закрепляем дверь и пытаемся делать. Вот. Иначе как? Надо вот это сделать. Помыл дверь у айтспиритиком. Вот. Водичкой помыл. Вот. Шампунь. Вот еще как бы есть такие места задиров. Наверное, надо тут вот, конечно, до металла. Продрано. Вот. Кто-то чем-то царапнул. Насколько я так понял, у хозяина это. Зацепляли машину, типа эвакуатор, не эвакуатор. И поцарапали. Вот она, и вмятина даже видна. Вот. Ну, что сделаешь. У нас сначала создают условия, где мне где парковаться. А потом их вытягивают на эвакуаторе. Либо став за три километра от того места, где тебе надо, чтобы не нарушать. Ладно. Я принял решение, пока вот это вот, видно, да, темные места повернуть. Чтобы потом спокойно было можно работать. Ну и все. Потом, в принципе, скрепляюсь и вперед. Берем мою заслуженную герой коммунистического труда машинку. Майденчина. Ей туалет в обед. Ставим на минимум оборотики. Немножко вот так поел узел машинку. Вот. Не знаю. Вот и места помянчить надо. Где у нас пропорчики. Конечно, в идеале тут ничего не будет, я это понимаю, потому что металл потянутый, и потянутый хорошо. Но заметно влага так бросаться уже это не будет. Вот, продолжаем. Сейчас настроим свет потише. И поглядим, что нам показывает лампочка. Вот, примерно так вот это всё вводится. Вот, видно, что металл и подтянутый, и утянутый. И, в общем, все прелести. Что тут не на 10 минут работы, а на 11. Вот, ну и что, начинаем вот. Кое-где, конечно, я людям сказал, скорее всего, вот в этой части пару дыру сделать, чтобы вот эта анимация. Тут снизу как раз идёт под усилителем. Ну, это по закону физики и математики высшей. Обязательно в этих местах. Где идёт усилитель, там надо было как раз и продраться. Здесь, конечно, усилитель не идёт, он вот здесь идёт. Ну, всё равно. Край элемента уже не очень вкусно. Поэтому я морочить голову себе не буду. Сразу сделаю, вентиляция будет получше. Вот. Эта будет лучше уходить. Так что, ничего страшного. Берём, доделаем. Ну, всё. Огонь. Ну, что, вот сделал я дырусит парочку. И здесь одну. И всё, начинаем ковать потихоньку. Ну, что, вот 7-8 миллиметров крючочек. Заходим. И, как видно, всё начинает дышать. Вот. Колышется здесь и здесь. Мне, я считаю, очень повезло. Тут усилитель под усилителем вмятин находится. Но, тем не менее, там зазорчик миллиметров 10, наверное. Может, 12. Вот. Видно, да? Я крючком вот так, между усилителем, рубашкой двери ковыряюсь. Вот. То есть, надо лезть. Что касаемо здесь, я вот... Перстья маленькая. Тут ещё вот. Одинка есть. Одна. Тут я дырочку поменьше сделал. До неё я не дохожу. Сантиметра полтора усилитель как раз мешает. Ну, а здесь... А здесь вот с краю, на вот этом вот месте... Здесь, я думаю, и крючок подлезет. Ну, плюс клеевая. Вот. Вот. Я думаю, всё будет хорошо. Ну, что. Берём фен, греем, ковыряем, пробиваем. По-любому, да. Крючок подлезет. Сейчас всё. Глаза вылупили. И давай давить. Нет. Надо прогреть, пробить. Крючочек пока пусть отдыхает. Всё надо пробить, попрогревать, поразровнять. Более логие края заделать. И потом где-то может клеем, где-то не клеем. Вот. Как бы тут не надо страдать, что сейчас я её победю. Вот. Как только так понадеялся, как встрянет. И потом не знаешь, что даже делать с этим. Поэтому, зная эти коварные моменты, я не тороплюсь. Будем делать потихонечку. Ещё раз говорю. Берём фенчиком, вот это всё прогреваем. Потихоньку, платько разбиваем. И потихоньку, 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 потихоньку начинаем вынимать. А не так, что надавил. Тут и так вот эти. Если посмотреть, уже вот они, шишаки надавлены. Вот. И эта красота даром не пройдёт. Вот они шишки. Вот. Вот на краях. Здесь вот их видно. Вот. Вот. Так что, прям легко и просто это всё не сдастся. Поэтому, поэтому, поэтому. Торопиться не надо, как говоришь Саахал. Всё надо делать потихонечку. Вот он волшебный фен. Прогреваю я где-то градусов до 60-70, ну чтоб рука еле-еле держала. Ну, с другой стороны, чтобы не с покраской. Вот. Чуть погрел, взялся. Ага. Маловато. Вот. Вот. Почему? Потому что крапу можно перегреть. И потом что? Потом уже покраска. Вот. А покраска это уже не хорошо. Ну, вот. Прогрелась. Нормально. Теперь можно взять пробойничек, волшебную забивалку и разровнять края. Сгладить. То есть, разгладить более плавными делать. Там, где шишечки забить. И где-то вот такие края плавными их сделать. Ну, вот. На всякий случай, вот. Начиная вот и кончая вот. Двадцать четыре с половиной сантиметра. Это у нас. И тут сколько, сколько. Ну, тоже где-то шестнадцать. Шестнадцать с половиной. Ну, вот. Грубо говоря. Двадцать четыре. Двадцать четыре. Двадцать. Двадцать четыре. Двадцать. Сорок сантиметров. Плюс. Там, там еще. Вот. 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 Маленькие кусочки. Есть, что есть поправить. Ну, ладно. Хватит играться. Начинаем уже брать в руки крючок. Ну, вот я сделал неточки. Как было, где было, что было. Вот. Смотрим. Еще тут грязненько все. Как мы видим. Вот. Но. Но. Процесс пошел. Потихоньку, потихоньку вмятин кормляется. Вот. Скажем так. Сантиметров пять. Более. Менее. Ничего. Вот. Есть тут еще перепадик. Вот она. Каналочка видна. Но. Это уже. Каналочка. Как бы мелочи. Вот. Сейчас. Будем. Еще сантиметров пять. Очередные. Я вот эти беру. Тихоньку. Буду их разворачивать. Естественно. Потихоньку. Вот эту. Тоже самое. Поднимая. Вот так. Кто-то конечно скажет. Что все это. Я делаю неправильно. И не так. А я вот возьму. Засуну. Дрынь. И все готово. Ну да. Мастера есть. Которые пишут. Что все. Я делаю не так. И как бы. Не то. Ну. У меня свое. У них свое. Те кто это пишет. Пусть знают. Что у вас есть. Свои каналы. Вы там можете. Излагать свои мысли. Свои. Мнения. Показывать свое. Умение. Показывать свой инструмент. А так. Вот это. Прятаться за ником там. И умничать. Таких. Уже штук 150. Мне. Писало. Что. Все у меня не так. Все у меня не то. А тем не менее. Потихоньку. Работа делается. И я. Сейчас делаю работы. Те которые. Год или два назад. Не брался. И у меня не получалось. Вот. А сейчас я их делаю. Так что. Как бы. Потихоньку. Растем. Чего и всем желаем. Вот. Писать. Глупости. И гадости. Вот. Много ума не надо. Это. Кто. так сказать. Недорожелюбен. К моей работе. И к моему каналу. Владимир. Как... Не был done. Хорошаяénerня. Мночи. Не было. Аклон. Недорожим. Пoitим не видеть. Рядом, что вот к этой яме я уже, так сказать, подошел. Смотрим, что у нас получается здесь. Немного грязновато. Как говорится, не без этого. Ну, в общем и целом. Сейчас надо опять прогреваем несколько раз вмятину. И ее, как бы, края ей... Вот тут они такие... Не, я не скажу, что это нужно, я себе цену не набиваю. Просто я рассказываю, как я делаю. На этом, как бы, я никого не учу. Меня об этом просили. Просто вот вы делаете, ну, поснимайте. И расскажите, что вы делаете и как вы делаете. А остальное мы там сами додумаем. Еще раз повторюсь, я никого ничему не учу. Я показываю, как делаю. Вот, в данном случае надо чуть здесь загладить. Ну, не загладить, а сделать более плавный этот самый. Как бы, забить. Вот, вот эти вот края, вот эти, вот эти, вот эти вот все моменты. Я буду сейчас прогревать. Вот он, фен мой лежит, любимый. Вот, буду греть и забивать, забивать, забивать. Как бы, чтобы у вмятины были не острые края, а плавные. И чем они более плавные, тем легче в тенку выталкивать. Вот, ну вот, сейчас еще погрею и буду сбивать края. Чем плавнее края у вмятины, тем легче она выходит. Вот, как видно, как видно за видео, вот была яма, уже ее как бы, как бы, я говорю, как бы, вот она, она никуда не делась. Но она стала плавная. Уже на видео она такой блямбой не торчит, то есть ее разбил. Вот, а на самом деле тут очень большая, плавная вмятина. Вот. Приличных она размеров, где-то, ну, чуть поменьше спичечного коробка. Вот еще ее надо более плавно, вот эти края, повыгладить. А потом, потеку поддавив вовнутрь, крючочком она выйдет на место. А если сейчас ее выдавить, вот эти края, кромки, она будет, как гора Машук. Вот. Знает, о чем я говорю на этикетках, изображают вот такими загауленными. Будет яма, внутри вулканчик, и внутри еще одна яма. И нафиг надо. И потом это долго и нудно, надо будет металл разглаживать и гонять. Поэтому не торопимся, еще раз пробиваем вот эти края, вот такие вот. Надо их более плавными сделать. Вот, и тогда все нормально выйдет. Вот, еще раз покажу издаля. Раньше здесь, в этом месте, вот, прям вмятина видна была. Вот, допустим, здесь, она отчетливо видна, да? Вот, хотя уже здесь тоже чуть под пробей, под заглажено. Вот, а здесь уже она так радуется. Вот, о чем я и говорю.